Вогель в 2016 году опубликовал результат мета-анализа, согласно которому чувствительность и специфичность МРТ примерно 88-90%. И, кстати, она очень сходна с чувствительностью и специфичностью магнитно-резонансной томографии. Однако, часто бывают ситуации, когда по данным компьютерной томографии либо тяжело дифференцировать, а иногда наоборот очень легко дифференцировать различные образования почек. Мой доклад в большей степени обзорный именно по очаговым образованиям паренхемы почек. Позвольте начать с такого доброкачественного образования, как ангемиолипома. У нас в лучевых диагностах мы довольно часто встречаемся с ним. Это могут быть единичные спорадические образования, а могут быть проявления факоматоза. Например, на данном слайде представлено изображение пациента с тубулярным склерозом. Множественный ангемиолипома почек – это один из больших признаков этого состояния. На данном слайде мы видим в почках множественные образования жировой плотности и с мягкотканными участками. Как уже было сказано выше, наличие макрожира – это признак ангемиолипомы. В данном случае с дифференцированной диагностикой особо сложности у нас не возникает. Однако бывают ситуации, когда мы встречаемся с ангемиолипомами с низким содержанием жира. На данном слайде, тем не менее, макрожир представлен ангемиолипоме. Он указан престиком минус 11 ханцфиллов. То есть мы тоже видим макрожир. То есть в принципе здесь сотруднений с дифференцированной диагностикой особо у нас нет. Хотя уже чисто визуально, без измерения отдельных пикселей изображения, уже сразу можно и не сказать, что это точно ангемиолипома. А вот на следующем слайде, как такого макрожира видимого, вообще мы не наблюдаем в образовании. В данном случае диагноз ангемиолипом был установлен после резекции почки. И следует отметить, что ангемиолипом бывает двух типов. Типичная и атипичная. В данном случае это атипичная ангемиолипома. Однако они доброкачественные образования. Их следует дифференцировать с другими образованиями заброшенного пространства, которые могут содержать жир, которые могут примыкать к почке изне такими, как заброшенные липосаркома. В данном случае мы видим, что имеется образование и жировой плотности, и мягкотканной, и жидкостной плотности присутствует, если мы измерим, плотно приезжающие к почке. Однако мы видим, что образование все-таки локализуется преимущественно вне почки, и контур капсулы почки не нарушен. Ну и, соответственно, имеются также данные гистологического анализа. Предварительно, чисто при анализе категории изображения, мы навряд ли бы тут за потуски ангемиолипома. Следующее доброкачественное образование, которое мы можем наблюдать в почках, это онкоцитома. Онкоцитома характеризуется тем, что это узловое образование с четким контуром, и имеет повышенную эскуризацию в зависимости от фаз контрастирования. То есть в данном случае мы видим на левом слайде таптериальная фаза, на правом венозная фаза, ну можно назвать кортикомедулярная и нефрографическая, в котором видим образование с четким контуром, накапливающий контрастный препарат. Здесь макро жира мы не видим, то есть уже ангемиолипом мы исключаем. Однако мы в таких ситуациях уже точно не можем исключить почно-клеточный рак. И часто даже по результатам биопсии не всегда удается однозначно сказать по данной литературы, потому что даже почно-клеточный рак может содержать клетки онкоцитомы. Это то, что указано в литературе. Однако тут онкоцитома, подтвержденная морфологически, в принципе она имеет характерный вид. Это в другой плоскости изображения этого образования. Однако мы, опять же, по данным КТ уже точно не можем утверждать, что это доброкачественное образование. В любом случае мы будем дифференцировать его с раком почки. И тогда перейдем сейчас уже к почечно-клеточному раку. Почечно-клеточный рак развивается тем, что это образование. В зависимости от размеров, его структура может быть с участками распада или, наоборот, относительно гомогенной, но чаще с гипервоскулярными участками. Участки распада образуются, когда опухоль достигает больших размеров. Из весточной ишемии образуется тот самый распад. На данном складе представлено изображение опухоли почки нижнего полюса. Указаны разные фазы. Самая левая фаза – это нативное исследование, а далее идет кортикомедулярное, нефрографическое и отсроченная фазы. Видим неоднородное контрастирование образования. Контур местами нечеткий, что тоже характеризует опухоль как почечно-клеточный рак, потому что эта опухоль владает инвазивным ростом. Большее образование содержит в центре большой участок распада. Здесь есть нативная фаза сканирования, артериальная и венозная фазы. И следует отметить, что мы указываем при описании изображения. Александр Константинович Носов очень подробно рассказал, по большому счету, что именно желательно указывать. Я поэтому не буду сильно останавливаться. Акцентирую внимание на таких моментах, как, безусловно, локализация опухоли, на предварительных снимках мы видим, в какой части почки находится опухоль, и распространение в окружающей структуре. Что касается инвазии синуса, мы очень часто можем предположить ее, но однозначно указать, точно она есть или нет, мы не всегда можем. На данном слайде представлено изображение в двух плоскостях, это в аксиальной плоскости и в корональной плоскости, где мы видим опухоль, которая указана стрелкой, которая плотно прилежит к чашечке и к лоханке. В данном случае, безусловно, была предположена высокая вероятность инвазии в ЧЛС. Ну и после резекции почки, после удаления этого образования, инвазия в нижнюю чашку была подтверждена. Однако, вернемся к первому слайду почечно-хлечного рака. Здесь мы тоже видим довольно плотное прилежание опухоли к чашной лоханочной системе. Однако, также была выполнена операция резекции почки, и инвазия в ЧЛС не была выявлена. Хотя, безусловно, мы в описании, в любом случае, предположим, что она может быть. Следующее, что мы тоже оцениваем, это наличие опухолевого тромба. Здесь представлены изображения разных фаз сканирования от нативной до отсроченной фазы. Видим опухоль правой почки, которая распространяется в правую почечную вену и в нижнюю полую вену. Посмотрим изображение в корональной плоскости. Можем тут визуализировать верхушку тромба. И это очень важно в описании указывать, где мы ее видим, на каком уровне. В данном случае верхушка тромба находится примерно на уровне печеночных вен. По большому счету, мы видим, что на разных фазах сканирования мы где-то можем лучше, где-то хуже визуализировать. Поэтому при оценке тромба мы используем разные фазы. И прежде всего, в том числе, нужно делать раннюю осроченную фазу, потому что там часто, может быть, лучше видно, чем на других фазах верхушка тромба. Помимо опухолевого тромба, также в опухоли возможны гемический компонент, то есть кровяной тромб, так называемый. Если мы обратим внимание, то опухоль тромб меняет свою плотность в зависимости от фазы контрастирования вместе с опухолью. А гемический тромб сохраняет примерно одну и ту же плотность. Показан стрелкой. То, что не относится непосредственно к оценке именно образования паренхемой почки, но относится непосредственно именно к почно-клеточному раку, это метастазы. Почно-клеточный рак часто метастазирует в кости, в легкие, в регионарные лимфоузлы. На данном слайде представлены на верхнем слайде метастаз в кость, литический метастаз с микотканным компонентом, распространяющийся в спинномозговой канал. На нижних слайдах представлены метастазы в забрешенные лимфоузлы. На левом слайде артериальная фаза, на правом венозная фаза. Видим, что контрастирование лимфоузлов меняется относительно к контрастированию почки. То есть в артериальной фазе они более гиперскулярны, так же, как сама опухоль почки. Нозную фазу не столь ярко контрастируется. Также важно оценивать сосудистую анатомию почек. Абсолютно верно сказал Александр Константинович, что при описании КТ, прежде всего, конечно, мы ориентируемся именно на 2D-срезы. Но очень часто может помочь 3D-реконструкция, и хирургам, в том числе, во время планирования операций. На данном слайде мы видим 3D-реконструкцию образований левой почки. Опухоли, вот прокрашенные, тут и опухоли, они изображены на слайдах отдельно в 2D-плоскостях, а здесь они отмечены на 3D-модели. И также видим добавочный сосуд к левой почке, который влияет на конкретную оперативную тактику лечения. Также 3D-реконструкция может помочь в визуализации каких-то аномалий почек. В данном случае представлена подковообразная почка, видим, истощение области нижних полюсов и наличие образования в области правой почки. И стоит отметить, что мы видели почно-клеточный рак, он гистотип, то, что мы видели из всех предыдущих почно-клеточных раков, это был светлоклеточный рак. А здесь хромофобный рак по КТ-изображению, он, по большому счету, тоже похож и на светлоклеточный, поэтому в данном случае нам практически невозможно так тонко дифференцировать гистотипы опухолей. Также компьютерная томография способна помочь в распознавании рецидивов опухоли после резекции нефректомий. На данном слайде представлен случай. До резекции почки видим неоднородную гипервоскулярную опухоль. После операции видим зону снижения плотности в области операции, которая обустроена послеоперационными изменениями. Никаких гипервоскулярных образований мы не обнаруживаем здесь. А вот через год после резекции в зоне резекции появится гипервоскулярный узел. Выполнено удаление этого узла лапароскопическое и был подтвержден рецидив почечно-клеточного рака. В данном случае КТ действительно хорошо видит эти рецидивы. И при данном примере это помогло пациенту. Еще к очаговым образованиям почек могут относиться все-таки неопухолевые очаги. Например, пилонефрит. Это воспалительные очаги в почках. Они часто малоинтенсивные, особенно пока у них нет абсцидирования. Это малоинтенсивные гиподенсные участки. Здесь лучше всего очаг питен в венозную фазу. Это срединный слайд. Это участок снижения кортикомодулярной дифференцировки. Гиподенсный такой очаг. Часто бывает то, что еще в отсроченную фазу, в зонах воспаления, задерживается контрастное вещество в паренхеме почки. В связи с тем, что нарушена именно функция паренхемы на данном участке. И мы также это можем увидеть на КТ-изображениях. Здесь тоже очаг, который тоже лучше виден в венозной фазе. Это срединный слайд. Однако, как гиподенсный участок. Однако, в осроченную фазу видим яркий белый участок, гиподенсный. Это задержка контрастного вещества. Это тоже один из костных признаков пилонефрита. Которые мы обращаем внимание. Мы поговорили еще о очагах, которые еще не абсцидировались. Еще так же бывает, когда образуется абсцесс. Абсцесс характеризуется тем, что центр его гиподенсен. И в зависимости от фазы контрастирования не меняет свою плотность. А псевдокапсула абсцесса контрастируется в зависимости от фазы. И соответствующая клиническая картина помогает в постановке диагноза. Также бывают инфаркты почки. Могут быть по разным причинам. Но, безусловно, основная причина – это нарушение перфузии. В слайде представлен участок инфаркта почки. Он гиподенсный. В артериальную, венозную, источную фазу. То есть, никак не контрастируется. Но соответствует участку ишемии. Поговорили о взрослых. Теперь немножко о детях. Что мы можем выявить у детей? Очень часто опухоль вилмса. Здесь представлены двусторонние. Опухоль вилмса с большим распространением. Тут еще есть метастатическое поражение легких. Бывает. Опухоль вилмса характеризуется тем, что это неоднородное образование почек. Чаще встречается у детей примерно 3-4 лет. Образделения могут быть, но немало характерны. Примерно менее 10% случаев. И не характерно распространение спинномозговой канал. Эту опухоль мы дифференцируем с нефробластомой. Которая расположена тоже рядом с почкой, может быть. В данном случае представлено, представленный клинический случай, пациенту, у которого нефробластома надпочника. Образование плотно прилежит к почке. Однако видим массивное обозастрение. Как раз-таки в абсолютном большом случае для нейробластомы характерное обозастрение. Могут быть распространение спинномозговой канал. А также костные метастазы более характерны для нейробластомы. Для нефробластомы менее характерны. Следует еще поговорить о том, что в почках могут быть и вторичные поражения. Метастазировать может рак легкого. Может быть поражение при лимфоме. Как на данном слайде представлено поражение при лимфоме почек. Есть несколько очагов. Мы видим в артериально-венозную фазу. Они гиподенсные. Примерно однородные. Поставить заключение, что это вторичное поражение. Помогает наличие очагов еще в других органах. Мы видим очаг в печени, в поджелудочной железе. Это во многом способствует тому, что навряд ли это первичный опухоль почек. Потому что очаги гораздо больше. И все-таки контрастирование относительно однородное в данном случае. Также еще бывают редко встречающиеся поражения почек. Это кислозная нефрома, лея, миома, аденома. Они крайне редко встречаются. Поэтому, учитывая все-таки дефицит времени, особо на них останавливаться не будем. Спасибо за внимание.